Привет всем любителям пива! И сегодня мы будем тестировать новиночку от московской пивоваренной компании, которая наконец-то, наконец-то добралась до наших деревень, потому что все москвичи уже давно перепробовали. Но вот буквально недавно она появилась у нас в магазинах, причем одновременно во всех сетях. Это Жигули 1968. Производитель, к сожалению, не раскрывает легенды этого названия, но, скорее всего, это все тот же легендарный рецепт 1968 года, просто к нему применили новые технологии. Зато производитель окотно делится ключевой фишкой создания этого напитка, а именно это длительная и бережная фильтрация на ультрасовременном дорогущем оборудовании при температуре ниже нуля градусов, что, собственно, придает пиву баланс мягкого вкуса и освежающего аромата, как они здесь пишут. Ну и, собственно, само пиво зовется экстра мягким. В общем, пошли по пути Балтики 7 мягкая. Ну и, конечно же, они не могли не упомянуть, что благодаря такой мягкой и тщательной фильтрации пиво стало настолько прозрачным и чистым, что они смогли его заключить вот в такую красивую прозрачную бутылочку. Ничего не напоминает? Какие-то флешбеки у меня вот начинают всплывать. Помните, я говорил про прозрачненькую бутылочку? Так вот, те, кто более-менее разбирается в пиве, знают, что пиво нельзя хранить в прозрачной таре, потому что оно, как е** твою мать, просто боится солнца. Да-да, те самые флешбеки, связанные вот с этой шляпой. Кстати, ссылочки тут и там будут. На корону, Балтика 7 мягкая, обзорчики есть. Милости прошу, если вдруг не смотрели. На корону я особенно советую. И в связи с этим у меня вопрос, что за коронапоклонство такое? Зачем это вообще? Ну чё, все форсажа насмотрелись, я не могу понять. А Крес Доминикатар это тоже вы на Алиэкспрессе покупаете? Не, мне просто всегда было интересно посмотреть, как выглядят эти люди. На чём гоняешь? На тачке. Ну, точнее, я понимаю зачем, потому что АБНБ прекращает импорт, и корона продаётся лишь со старых остатков, поэтому этим ребятам нужно откусить, успеть откусить свой кусочек пирога и занять свою долю рынка в данном сегменте, потому что, ну, людей приучили к короне. Люди любят лёгкое, нейтральное, безвкусное пиво. Ну, короче говоря, минеральную водичку со вкусом пива. Мочи ослины. Так вот, с одной стороны, я, конечно же, понимаю зачем, но не понимаю почему. Вместо того, чтобы воспитывать потребителя, ведь основной миссией НПК является развитие пивной культуры в нашем обществе, на секундочку. Вместо этого они начинают потакать интересам потребителя и выпускать вот такой продукт на рынок. Что ж, ладно, не хотите, воспитанием займусь я. Давайте пробовать это пиво. Пиво характеристики у него около стандартные. Это 4-5% алкоголя, 11,3% плотности и даже есть показатель горечи. Это 14% IBU. И, глядя на эти характеристики, сразу понимаешь, что это такое жигули барное на минималках. Что ж, давайте пробовать. Пиво действительно очень светлое, прозрачное. Пенка практически никакая, хотя вроде как она цепляется за стенки бокала, радует. Но от такого пива, именно от такого стиля пива не стоит, в принципе, ожидать пышной, там, какой-то стойкой пенки. Поэтому оцениваем ароматику. И аромат, знаете, довольно неплохой. Не сказать, что он бледный, такой чисто солодовый, немножечко оттеняющий хмелечком. Довольно сбалансированный, ничего отталкивающего в нем нет. Давайте пробовать на вкус. И знаете, да, да, здесь все абсолютно без сюрпризов. Это те же самые жигули барное на минималках. То есть здесь алкогольная составляющая сведена просто к минимуму. Такое ощущение, как будто мы пьем безалкогольное пиво. Это, в принципе, неплохо, хорошо. Пиво очень легкое, такое солодовое, прям переходящее сразу практически в послевкусие. Но вроде послевкусие начинается, оно такое сладенькое, немножко даже теняет какой-то, знаете, кукурузкой что ли. А потом оно резко обрубается, такое сухое, и заставляет нас делать еще глоток. То есть это такое прям супер-супер легкое, летнее пиво. Надо сказать, довольно достойная замена короне экстра. Мне оно лично не нравится, потому что я пью именно вот как как поседневный дежурный вариант. Я беру жигули барное, именно вот без пастеризации, мне прям очень нравится. Но для многих людей это пиво почему-то кажется жестковатым, как и по алкогольности, так и по горечи, потому что это пиво все-таки ближе к чешским пилснерам. А здесь горечь поменьше, хмель здесь, он вообще горечи здесь не чувствуется, надо сказать. Хотя вот такой небольшой хмелечек есть, и он больше уводит нас в такую освежающую, сухую сторону. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все. Слушайте, я вот сейчас пробую корону, и знаете, в принципе, достойная замена. Ну, в смысле... Довольно похожие напитки, только в Жигулях почему-то больше вот пивной вкус, такой прям нейтрально пивной, без каких-либо других посторонних оттенков. А корона почему-то теняет какой-то непонятной химозой. И, возможно, чуть-чуть вот злаков на послевкусии. Здесь, кстати, добавлены, помимо стандартных ингредиентов, еще кукуруза и рис, и также консерванты аэскорбиновая кислота и эмульгатор Е405. А в Жигулях обошлись без консервантов. То есть здесь солод, вода, хмель. Все, больше ничего здесь нет. Так что, если говорить про закос под корону, то, надо сказать, у Жигулей здесь получилось лучше всего. Ну, по крайней мере, это самое близкое по вкусу пиво, которое мне когда-либо доводилось пробовать именно из разряда вот этих солодовых водичек. Так что, если вы жопитесь отдавать 120-150 рублей за корону, причем 0.33, которая потихонечку, да, вымывается с прилавков, то вот Жигули за 55 рублей довольно-таки неплохой вариант. Опять же, если вы любите такое пиво. Но я бы, честно говоря, такое пиво покупать не стал. По мне, это мочи ослины. Ну и да, как и в случае с остальными американскими светлыми лагерами, пивной стиль называется именно так, это пиво нужно пить прям очень холодным, прям чуть ли не замороженным. Потому что вот сейчас, пока я его распробовал, потом сравнил с короной, это пиво чуть-чуть у меня согрелось в руке, и когда оно стало теплее по температуре, превратилось просто в нечто очень ужасное и невозможно пить, если честно. Так что, вот такие выводы у нас на канале. Запульнул я, так сказать, булыжник в огород МПК, а то меня все обвиняют, что я там излишне нахваливаю их продукцию, что у меня якобы проплаченные обзоры и так далее. Я говорю по существу как есть. Если мне пиво не нравится, оно мне не нравится. И без разницы абсолютно, кто его произвел. Так что, ребята, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписки, вот это вот все. Обязательно пишите комментарии, если пробовали это пиво. Ну, а с вами был Алан. Как обычно, пейте только хорошее пиво и помните, лучше по чуть-чуть, но с кайфом. До новых встреч. Пока.